Вы знали, что в нашу реальность перемещаются сущности из других миров? Они охотятся на жителей Земли, и лишь загадочные стражи им противостоят. Я жила веселой, беззаботной жизнью, пока один случай не перечеркнул прошлое. Как оказалось, я не знаю ничего о мире, о своем отце, братье и даже о себе. Теперь я вынуждена начать новую жизнь в стенах закрытой Академии Стражей. Должна познать открывшиеся в себе силы и должна научиться защищаться, чтобы просто выжить. Алекс Найт. Печать демона. Читает Светлана Шаклеина. Глава первая. «Может, вечером Вайс?» Мия запрокинула голову, подставляя лицо палящим лучам солнца. Погода этим летом разгулялась не на шутку. Мучая совсем не бостонским зноем. Страшно вспомнить сумму чека на солнцезащитный крем и бальзамы для волос лишь за этот месяц. «Мы же только вчера там были!» Рассмеялась, приостановившись возле припаркованной на обочине машины, чтобы оценить свое отражение в тонированном стекле. Старательно наложенный гримерами макияж лежал так же идеально, как и утром перед съемкой. Сегодняшняя ночь прошла в клубе, а после буквально трех часов сна мы с моей лучшей подругой Мией еще пять часов к ряду позировали на фотосессии. И сейчас медленно волочили ноги домой, намеренные урвать заслуженные моменты отдыха. «Вчера было весело!» — звонко захихикала Мия. Светлые волосы, уложенные в кудре, искрелись на солнце. Тонкий сарафан подчеркивал яркие изгибы фигуры. Для меня Мия являлась эталоном красоты. Впрочем, то же самое она говорила обо мне. Особенно, когда Брэндон сцепился с Винсентом. «Не напоминай!» — демонстративно закатило глаза, красноречиво сообщая, что я думаю о разборках парней. Не то чтобы с Брэндоном мы встречались серьезно и навсегда, но границы были определены изначально, как и завершение отношений с Винсентом. Только иногда парням просто необходимо выяснить отношения и куда-то выплеснуть излишки тестостерона. Брэндону помяли лицо. И как теперь с ним появляться на людях? Театрально всплеснула руками, заглянув в голубые глаза подруги. И мы вместе взорвались в приступе веселого смеха. Моя жизнь была идеальна, даже слишком. Потрясающая подруга, классный парень, предстоящая учеба по специальности мечты, работа в модельной студии. Ничего не нарушало установившегося равновесия моего мира. Даже отец больше не пытался навязать свое общение. «Эй!» — вскрикнула от боли, когда кто-то схватил меня за локоть и резко развернул. Я пошатнулась на высоких каблуках, вскинула голову, чтобы увидеть внезапного нарушителя спокойствия. Это был молодой парень. Высокий, жилистый. Очень светлые голубые глаза смотрели в мои испытующие с каким-то затаённым ожиданием. «Привет!» — произнёс он напряжённым голосом, будто только что не схватил меня за руку, а подошёл познакомиться. «Кто ты?» Его слова сбили с толку. Я всегда чутко ощущала приближение неприятностей. Три месяца назад предчувствие даже спасло мне жизнь, когда я чуть не разбилась на своём мопеде. И сейчас мой внутренний индикатор вопил даже не о проблеме, а об опасности. «А ну, отпусти её, придурок!» — разъярилась Мия, зло сверкая глазами. «Если сейчас же её не отпустишь, я вызываю полицию!» Она демонстративно выхватила телефон из сумочки, висящей на плече, и принялась набирать номер, громко проговаривая 911. «Всё в порядке?» В наше краткое противостояние вклинилась третья сторона, причём в буквальном смысле. Неизвестный парень оттолкнул наглеца ловким приёмом, высвободив мой локоть. Он встал передо мной монолитной стеной, высокий, широкоплечий, и я почему-то не сомневалась, он пришёл защитить. Только беспокойство его появление не уменьшило. Скорее, наоборот, нервозность подскочила на новый уровень. Я желала уйти, скорее покинуть это место и странных парней, хоть и не привыкла бежать от проблем. Мысленно обругав себя за странную реакцию, я выступила вперёд, краем глаза присматриваясь к внезапному защитнику. Он был хорош собой. Подтянутую фигуру только подчёркивала обтягивающая борцовка белого цвета и свободные бриджи с абстрактным узором. Каштановые волосы средней длины в беспорядке, лицо волевое, мужественное, с яркой линией скулы и подбородка. На щеках ходили желваки, а взгляд светло-карих глаз наполняла угроза. Я бы хотела сказать, что мне казалось, но первый парень будто испугался. Он отступил, внезапно заозиравшись, а потом, пробормотав что-то себе под нос, развернулся и поспешил прочь, быстро скрывшись за поворотом улицы. «Что это было?» — спросила я, внимательно приглядываясь к своему заступнику. Лицо его расслабилось на мгновение, а губы расплылись в белозубые улыбки. «Не обращай внимания!» Отмахнулся он, будто не произошло ничего особенного. «Мне кажется...» Я замолкла, решив, что расспросы ни к чему. «И что я могу спросить? Мне показалось их появление странным?» «Спасибо за помощь!» Я тоже улыбнулась. «Не за что!» Пожал он плечами. Он поспешил следом за ушедшим парнем, а мы с Мией остались одни на пустой в это время дня улицы пригорода. «Зуб даю!» Это были пикаперы, — заявила подруга, задорно рассмеявшись. «Поняли, что ты их раскрыла, и сбежали. Надо проверить Ютуб. Может, новый моб?» «Кстати, и точно, похоже!» Согласилась я, сразу расслабляясь. «Хотя жаль, что ушли. Тот второй просто красавчик!» Мия вздохнула в притворном восхищении и задорно мне подмигнула, что окончательно развеяло мою напряженность. «Губы не раскатывай!» Сразу видно, я ему понравилась. «Ну да! Как же он мог обойти вниманием прекрасную Натали!» Пропела она чуть язвительно и со смехом увернулась от моего дружеского щепка за попу. «И вообще, тебе не пора к Брэндону? Принесешь ему кусочек льда, отколешь от своего сердца...» Растянув на губах самую невинную улыбку, она приложила ладошки к груди. «Ну всё! Беги!» И она побежала, звонко смеясь, а я за ней. Так мы и неслись метров пять, пока не поняли, что шпильки к пробежкам не располагают. Вскоре, продолжая весело переговариваться и прикалываться друг над другом, мы достигли дома Мии. Она, махнув мне рукой, ушла к себе, а я продолжила путь. Мой дом располагался на соседней улице. Белая обшивка стен и черепица бежевого цвета. Забор, единственный на улице, был окрашен нами с Мией в ядовито-красный цвет, что, несомненно, внесло некоторый креатив. Я миновала калитку и прошла по выложенной брусчаткой дорожке между фигурными кустами к двери дома. На заднем дворе виднелся надувной бассейн и сетка, натянутая ещё месяц назад для игры в волейбол. Но жара не способствовала спорту. «Я дома!» объявила, распахивая дверь. Пахнула свежестью. Раздались переливы классической музыки. Судя по всему, мама врубила все кондиционеры в доме и наслаждалась уединением. Китти, моя сестра, не переносила классику, следовательно, дома её не было. Блудная дочь вернулась. Мама появилась из дверей зала с двумя стаканами лимонада в руках. Она у меня красавица, и во многом я пошла в неё. Каштановые кудри были собраны в небрежный пучок на затылке. Иногда я завидовала ей, мои волосы лишь вились. Карие, вздёрнутые у уголков глаза, смотрели с теплотой и любовью. Пухлые губы расплылись в доброй улыбке. Но слишком многое я унаследовала от отца, что меня весьма раздражало и злило до нервной дрожи. Любовь к маме сливалась с благодарностью. Когда мне было шесть, а Китти четыре, выяснилось, что у отца есть ещё одна семья и ребёнок. Мама тяжело переживала развод, но не расклеивалась. Переехала с нами в Штаты, сделала успешную карьеру врача, смогла вырастить нас, дать образование и цели в жизни. Но главное, она стала не просто матерью, но и другом, к которому я всегда могла прийти за советом, будь то вопрос по сложной лекции или проблемы с мальчиком. С возрастом я всё реже к ней обращалась, но знала, что могу прийти с любой жизненной проблемой.